Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галины Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Обновляют систему вентиляции, восстановили уникальные люстры и живопись. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет реставрация ДК Литвинова. Жители Самары определили топ-20 территорий, которые примут участие во всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства. Территории победителей будут комплексно благоустроены с учетом мнения горожан в 2025 году. Уникальную операцию по замене височно-нижнечелюстного сустава провели в Самаре. Для пациента изготовили индивидуальный эндопротез по новой методике. Дмитрий Азаров в День студентов провел встречу с учащимися вузов и СУЗов региона. Губернатор подчеркнул, что такие встречи стали традиционными и регулярно проходят вне праздников, например, на Иволге. Дмитрий Азаров рассказал, что ему важна обратная связь. Большое количество идей получило поддержку в том или ином направлении. Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил активистов молодежного волонтерского движения. Он сказал, что очень горд тем, что в Самарской области прошла Добро-конференция. Что 63-й регион на протяжении значительного количества лет является победителем конкурса, как регион добрых дел. Отдельно губернатор поблагодарил волонтеров, которые принимают участие в восстановлении мирной жизни в Донбассе. Развозят гуманитарную помощь, помогают восстанавливать объекты – школы, больницы, детские сады, дороги, общественные пространства. Губернатор подчеркнул, что все направления студенческой жизни – учеба, научные разработки, творчество, спорт – все это находится в фокусе его личного внимания. В Самаре продолжается реставрация ДК Литвинова. Ход ремонтных работ во Дворце культуры проверила глава города Елена Лапушкина. В настоящее время обновляют систему вентиляции, продолжают прокладывать электросети, восстановлена живопись, уникальные люстры и панно. Какие работы остается выполнить, расскажет Светлана Кудрявцева. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет реставрация ДК Литвинова в Кировском районе. Здесь выполнены основные инженерные коммуникации, проложены основные электрические сети, сейчас приступают к слаботочным сетям. Большой объем работ выполняют по замене системы вентиляции в связи с современными требованиями безопасности. Вентиляционная система готова на 40%. Здесь колоссальный объем работ проводится по вентиляции зданий. По электрике уже все основные трассы прокинуты, осталась только локальная сеть. То есть по системам безопасности, также все проектные решения выданы, то, что в процессе требует корректировки, все производится в рамках авторского надзора за объектом. В зависимости от фронта работ здесь трудится порядка 50 человек. Здание является памятником культурного наследия в целом, но охранный статус также имеют и отдельные элементы – панно, аутентичные люстры, которые уже полностью восстановили, но повесят после чистовой отделки. На потолках художники воссоздали живописные полотна, отреставрировано большое зеркало. Двери и оконные рамы новые, однако стилизованы под аутентичные, чтобы максимально сохранить первоначальный облик дома культуры. Здесь два кинозала, спортивные залы и также большой зал для выступлений. Все под это тоже предусмотрено современное оборудование. Мы прошли корректировку проекта в связи с нынешней ситуацией в стране. Мы пересмотрели все оборудование. Оборудование у нас сейчас загружается в экспертизу для подтверждения проектных решений стоимости данного оборудования. После этого мы приступим к его закупке. Впереди еще большой объем работы, но подрядчик усилился. Снаружи восстановили фасады, укрепили колонны. Остались небольшие работы по входной группе. Напомним, монументальное здание было построено в начале 60-х годов прошлого века. В строительстве участвовали коллективы цехов завода «Прогресс». Здание возводили под непосредственным контролем директора завода Виктора Литвинова, имя которого позже и присвоили Дому культуры. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Жители Самары определили топ-20 территорий, которые примут участие во всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства. Об этом сообщили в городской администрации. С 12 по 22 января проходил первый этап отбора общественных пространств. Жители могли сделать выбор в пользу одной из 85 территорий, нуждающихся в обновлении. Предложения принимались устно, письменно и через электронную форму на сайте Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. За 11 дней отбора от жителей города поступило более 83,5 тысяч предложений. Следующий этап – разработка дизайн-проектов для отобранных территорий. Далее во всех внутригородских районах Самары пройдут встречи с жителями, где каждый желающий сможет высказать свои предложения по дальнейшему развитию пространств. Перед рейтинговым голосованием все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны по итогам общественных обсуждений. Задача – сделать территории для отдыха и прогулок максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан. По итогам онлайн-голосования территории победителей будут комплексно благоустроены с учетом мнения горожан в 2025 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемом по решению президента России. Новые акции в поддержку участников СВО, выполнение профильных показателей и другие вопросы, требующие обсуждения. В Самарском медико-техническом лицее прошло расширенное совещание руководителей муниципальных образовательных учреждений с участием председателя Самарской городской думы Алексея Дегтева. Подробнее в нашем сюжете. Самарские школьники оказывают одну из самых активных поддержек участникам СВО. Они пишут письма на фронт и шлют рисунки и открытки для поддержания духа бойцов. И помогают делать свечи и маскировочные сети. Чтобы эта поддержка продолжалась также активно, председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев рассказал о предстоящих акциях под девизом «Своих не бросаем», который организовывает депутатский корпус директорам Самарских образовательных учреждений на профильном заседании. Вместе с членом общественного совета при думе Михаилом Чудаковым он презентовал литературно-музыкальный проект «Едем на Донбасс», где школьникам и студентам в музыкально-повествовательной форме рассказывают о целях и задачах СВО, о мужестве наших бойцов. По мнению председателя думы, именно через руководителей образовательных учреждений важно доносить необходимость поддержки бойцов. Патриотами, ну, как показывает практика, не рождаются. Ими становятся, и роль школы здесь, ну, просто заменить ничем нельзя. Семья, школы, вот, и ориентиры общих мероприятий общегородских, они очень важны. О предстоящих патриотических мероприятиях, а также других важных аспектах работы директоров школ, лицеев, гимназий говорили на расширенном совещании руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений. Обычно оно проходит каждую неделю по видеосвязи, но раз в месяц собираются в очном формате, чтобы проводить открытые дискуссии на сущных вопросах. Сегодня мы вынесли темы, которые требуют обсуждения, потому что онлайн-формат не всегда позволяет сделать в формате обсуждения. А сегодня у нас очный формат, и наши руководители смогут задать вопросы на любые темы интересующие и получить ответы. Также на встрече директоров школ наградили за особые достижения их учреждений в работе за 2023 год. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Самарцы стали вовремя оплачивать имущественные налоги. Должников становится все меньше. А тем, кто не успел в срок до 1 декабря платить земельный налог, налог на транспортные средства или недвижимое имущество, налоговая служба направляет требования об уплате. Теперь за каждый день просрочки исполнения обязанности по уплате налога нужно будет оплатить и пене, начисленные на сумму задолженности. Подробности в сюжете Елена Чернявской. До декабря прошлого года граждане должны были заплатить транспортный и земельный налог, а также налог на имущество. Тем, кто этого не сделал, в январе налоговики начали рассылать напоминания. Требование погасить долги по налогам. Затем последуют меры принудительного взыскания. При отсутствии денежных средств на счетах налогополотенщика направляется на взыскание судебный акт службы судебных приставов. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель может взыскать денежные средства с банковских счетов должника, взыскать задолженность через работодателя, арестовать или изъять имущество. Если сумма долга превышает 10 тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель может ограничить выезд должника с пределами Российской Федерации. Получить информацию о наличии задолженности можно в инспекции и в любом многофункциональном центре, на портале госуслуги и в личном кабинете налогоплательщика и на сайте ФНС России. Юлии Кошелевой по почте пришло налоговое уведомление, долг по которому она уже заплатила. Женщина решила лично обратиться в ФНС номер 23 на улице Краснодонской, 70, чтобы во всем разобраться и заодно восстановить пароль к личному кабинету. Мы набили пароль для входа в личный кабинет, записали его, я у себя его отложила, записала в телефон, поэтому теперь я его не потеряю, буду помнить и пользоваться. Пользование личным кабинетом намного упрощает жизнь налогоплательщиков. Почему? Потому что это удобно и экономит время. Сотрудники инспекции очень четко все сделали, мне подсказали, я очень довольна. Специалисты налоговой службы отмечают, что количество должников в Самарской области сокращается. С каждым годом граждане стали ответственнее относиться к оплате налогов. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Уникальную операцию по замене височно-нижнечелюстного сустава провели в Самаре. Для пациента изготовили индивидуальный эндопротез по новой методике. Для его внедрения использовали всего один надрез над ухом. Подробнее в нашем материале. Уникальную операцию провели врачи клиник Самарского медуниверситета. Они вживили пациенту эндопротез височно-нижнечелюстного сустава. Впервые пациенту установили протез, когда ему было 12 лет. Со временем произошла деформация нижней челюсти. С течением времени эта металлоконструкция произошла прободение височной впадине, впадине височной кости, и головка оказалась практически в полости черепа. Жить, конечно, таким диагнозом довольно-таки сложно, потому что пациент не может полноценно открывать рот, пациент не может полноценно жестикулировать, общаться, не может, естественно, разговаривать, затруднём приём пищи. И также, конечно, есть выраженная деформация симметрии. Чтобы исправить ситуацию, по заказу врачей клиник медуниверситета самарскими учёными в НИИ бионике и персонифицированной медицины сам ГМУ был изготовлен эндопротез из титана. При этом были учтены индивидуальные параметры пациента. Мыселковый отросток является элементом височно-нижнечелюстного сустава. Височно-нижнечелюстной сустав, он самый сложный из всех суставов у человека. Почему? Потому что с двух сторон он работает синхронно. И всё время мы использовали вот такой эндопротез, который представляет собой мышелковый отросток в виде головки мышелкового отростка, ветви, угла и тела. Сложность заключается в новизне, впервые. Как это всё будет на практике, нам очень сложно. Но мы считаем, что мы предусмотрели основные серьёзные этапы. Во время операции самарские медики внедрили конструкцию из титана и высокомолекулярного полиэтилена, которая замещает суставную впадину, куда опирается головка мышелкового отростка. Таким образом, со временем она не провалится в полость черепа. Ещё одно новшество операции – её провели с использованием единственного наружного надреза над ухом. Он эстетичен, не оставляет трубцов и никаких внешних изменений после операции не видно. В течение двух недель больной будет находиться в стационаре, после чего его ждёт амбулаторное наблюдение и реабилитация. По словам врачей, в последнее время увеличилось количество опухолей, которые поражают челюстно-лицевую область. И внедрение новой технологии вживления эндопротеза позволит сократить необходимость поездок в Москву для подобных операций, предоставляя пациентам помощь в их собственном регионе. Виктория Шарая, События. Познакомились с устройством патрульной машины и вспомнили правила дорожного движения. В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники госавтоинспекции Самары провели экскурсию для студентов. Ребята смогли почувствовать себя настоящими инспекторами дорожной службы. Ксения Баканова расскажет подробнее. Лилиана Шагиева с детства мечтает стать сотрудником полиции. Тем более, что есть с кого брать пример. На службе трудятся ее двоюродный дед и дядя. Специфика работы девушку вовсе не пугает. Тем более, что Лилиана явно не из робкого десятка. Если что, сможет любому дать отпор. Я занимаюсь профессиональным кикбоксингом. И я считаю, что каждый сотрудник или человек, поступающий на службу, он должен понимать, с какими опасностями он может столкнуться. То, что работа с людьми – это всегда сложно, люди бывают разные. Уже хочется выйти на службу, хочется исполнять долг перед Родиной. Сотрудники госавтоинспекции Самары провели экскурсию для студентов. Ребята смогли почувствовать себя настоящими инспекторами дорожной службы. Познакомились с устройством патрульной машины. Каждый автомобиль оснащен проблесковыми маячками. Они выполняют сразу несколько функций. Сообщают об угрозе, привлекают внимание водителей или требуют уступить дорогу. Также все машины умеют разговаривать. Звук сирены для уха человека малоприятный. Однако это верный знак. Нарушитель совсем близко. Также сотрудники ведомства рассказали ребятам о своих служебных обязанностях, напомнили о правилах соблюдения дорожного движения и показали, как устроен бронежилет. Конечность свободна, фиксируется. Здесь, соответственно, застегивается. Сюда магазин, наручники. Весит он порядка на 200 килограмм. Соответственно, табельное огнестрельное оружие. Это палка специально. Полицейские уверены, такая работа с молодежью важна и нужна. Для студентов это бесценный опыт. Да и для ведомства только плюс. Со студентами выезжаем, беседуем, так сказать, проводим профоридационную работу. На моей памяти уже исчисляется в десятках кандидатов, которые пришли, оформились и уже сейчас служат на благо России и закону. Встреча прошла в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Самарские студенты колледжей выявили самых ловких и умелых в холодных играх. Так называется спортивный праздник, который ко дню российского студенчества в четвертый раз организовал Самарский дом молодежи. Молодые люди соревновались в различных зимних состязаниях. Подробнее в нашем сюжете. Как и подобает будущим деятелям культуры студенты профильного колледжа – самые громкие, активные и веселые на холодных играх. В первом задании перетягивания соперника так сильно поддерживали своего однокурсника, что он одержал уверенную победу. Хотя у него самого был небольшой секрет успеха. В нашей профессии надо быть всегда в форме, так сказать. А вообще у меня была какая-то тактика, я и придерживался. Холодные игры – это комплекс зимних состязаний, которые проводят специалисты Самарского дома молодежи. Праздник организован ко дню российского студенчества. Команды соревновались в гонках на тюбингах, стрельбе снежками по мишеням, зимнем волейболе и других веселых играх. Выбрана именно спортивная тематика мероприятия, чтобы после сессии выпустить пар, расслабиться и провести с пользой и весельем время на свежем воздухе. На наш взгляд, именно в этот день нужно выходить на улицу, радоваться студенчеству. Тем более конец сессии, все устали готовиться сидеть в кабинетах, хочется выйти на улицу, подышать, позаниматься спортом, тем более в таком формате игровом. Проводят холодные игры четвертый год подряд. И с каждым разом все больше среднепрофессиональных образовательных учреждений хотят принять участие в соревнованиях. В этом году за победу сражались 12 команд Самарских колледжей. Победители получили кубки и медали, а остальные зарядились хорошим настроением и получили вкусные утешительные призы. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Государственный фонд «Защитники Отечества» организовал кукольный спектакль для семей участников СВО. Артисты-кукловоды Самарского театра кукол показали представление «Прыгающая принцесса». Зрители вместе с героями смеялись, переживали и влюблялись. Здравствуйте, бабушка. А почему я не могу встать? И не встанешь. Не встанешь до тех пор, пока не согласишься стать моим женихом. А если не согласишься, то будешь котом. Выбирай. Отвлечься от проблем и хоть ненадолго погрузиться в сказочную атмосферу пригласили семьи участников СВО. Им показали кукольный спектакль «Прыгающая принцесса». Представление организовал Государственный фонд «Защитники Отечества» вместе с Самарским театром кукол. Юлия Пиканина – многодетная мама. Ее старший сын погиб на Донбассе. На спектакль пришла с младшими детьми. Конечно, очень приятно. Мы даже забыли, нам сегодня позвонили, напомнили, что вас ждут на мероприятии. Очень приятно, что не забывают, что помнят о нас. Особое внимание мы, конечно, уделяем нашим детям, детям наших героев. И в этом году у нас также планируется очень много совместных мероприятий с разными организациями, ведомствами, для того, чтобы наши дети были счастливы, конечно же, да, и могли посетить абсолютно все учреждения нашей Самарской области. Дети и родители с удовольствием следили за перипетиями сюжета, вместе с героями влюблялись и преодолевали трудности. И, конечно же, добро опять победило зло. На самом деле реакция детей всегда разная, но чаще всего детям нравится, дети смеются, дети хлопают, дети переживают за персонажей, за героев. И когда ты видишь эти улыбки на лицах детей, конечно же, и наша душа радуется. Такие мероприятия Фонд «Защитники Отечества» устраивает регулярно. Не забывают и об именинниках. После спектакля и поздравлений маленьких гостей праздника ждал вкусный обед. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. В Самаре презентовали календарь знаменательных дат на 2024 год. В нем собраны юбилейные памятные даты, связанные с Самарской областью и не только. Календарь составлен региональной общественной палатой совместно с краеведами. Жители региона тоже могут внести свою лепту. Какие круглые даты ждут Самарская область в 2024 году? Расскажем в нашем сюжете. 40 лет Самарскому дворцу бракосочетания, 175 лет со дня открытия Струковского сада для самарской публики. Столетие Самарского общества дало и неграмотность. В календаре знаменательных дат на 2024 год можно найти как официальные праздники, так и шуточные. Сборник памятных и юбилейных событий выходит в свет уже девятый год подряд. В его создании принимали участие члены общественной палаты региона и самарские краеведы. Для Бориса Чертыковцева в череде событий и дат особое место занимает день открытия Самарского цирка. Это произошло 55 лет назад, 16 августа. В календаре он тоже отмечен. Я присутствовал, когда его открывали, поэтому и желаю, чтобы действительно его отремонтировали. Я хожу каждый год, я обязательно по два-три раза хожу туда, интересует меня. Так что вот за цирк я двумя руками. Презентация календаря знаменательных дат прошла в Самарском областном художественном музее. Это место было выбрано не случайно. В 2024 году исполняется 85 лет со дня открытия музея для посетителей, 30 марта. И эта дата есть в календаре. Музей – это кладица, это жемчужина нашего города. И каждый день здесь можно открывать для себя новых авторов, новые события, новые даты. Я думаю, что те, кто приходит в музей, обязательно должны быть счастливы в этом году. После презентации календаря у каждого жителя Самарской области будет возможность внести в него свои предложения и дополнения. Самое приятное, то, что в нашей работе принимали участие активные граждане Самарской области. И сегодня об этом идет речь. Мы повесим сегодня же, буквально вот через несколько часов, мы повесим наш календарь на сайт общественной палаты. И каждый активный, неравнодушный гражданин может сделать предложение по поводу 2024 года, по поводу 2025 года. И если мы будем знать о нашем регионе максимально много, то мы не только сможем на это любоваться и гордиться, но и по большому счету мы можем постараться и сделать какой-то свой вклад. Экземпляры печатной версии календаря знаменательных дат будут переданы в библиотеки и образовательные организации области. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация железнодорожного района Самары напоминает о необходимости заботиться о своем здоровье и предлагает сделать прививку от гриппа. Грипп – это острая вирусная инфекция, которая обычно начинается внезапно, с высокой температуры, болей в мышцах, иногда сухого кашля. Вакцинация против гриппа является основным и наиболее эффективным средством профилактики гриппа и его тяжелых последствий. Прививку от гриппа следует сделать заранее, так как защитные уровни антител к вирусам гриппа формируются через 10-14 дней после вакцинации. Администрация промышленного района сообщает, что коммунальные службы района не сбавляют оборотов в борьбе со снегом. Снегоуборочная техника и специалисты управляющих компанией ЖСК, ТСЖ, МБУ Промышленный ведут работы по очистке внутридомовых территорий, проездов, тротуаров и выкладывают подтверждающие фото. Городской департамент транспорта сообщает о том, что перевозчик Самара Автогаз приобрел 30 машин, из них 26 уже поступили. Сейчас идет процедура постановки транспорта на учет и подбор водителей. Новый подвижной состав распределят на самые востребованные маршруты, по которым чаще всего поступают жалобы, рассказал Сергей Маркин. В частности, дополнительный транспорт запустят на автобусные маршруты в Куйбышевском районе. Номер 36 – Хлебная площадь, совхоз Рубежная. И 63 – автостанция Аврора, совхоз Рубежная. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова